Здравствуйте, с вами Евгений Шувалов и это обзор о решающей партии полуфинала женского Кубка Мира по шахматам между Нургуль Салимовой из Болгарии и одной из фавориток турнира Анны Музычук из Украины. Итак, Нургуль играет белыми, счет равный, это уже 10 минутки тайбрейка, Нургуль начинает партию ходом Д2-Д4, Анна отвечает Д5 и на доске принятый ферзевый гамбит. Нургуль играет конем, потом аккуратно ставит пешку на ЕТИ, забирает пешку на Ц4, ну а черные подрывают центр путем Ц75, короткая рокировка, Анна готовит расширенная фианкета, белые здесь в классической партии Нургуль играла Е4, немедленно жертвуя пешку, на что последовало Б5, слон отступил, черные забрали пешку, белые начали подрывать на Б5 и после размена в центре возникла следующая позиция, где белые имеют компенсацию за пожертвованный материал в виде лучшего развития и партия завершилась в ничью. Сейчас у нас тайбрейк и Нургуль делает ход ладья Е1, аккуратный ход ладьей, в случае взятия на Д4, ладья сразу окажется на полуоткрытой линии, Анна атакует центральную пешку, белые тоже продолжают развитие, и Б7, Б5, атакуя слона и делая расширенная фианкета. Здесь Нургуль начинает подрывать пешку на Б5 путем А4, пешка идет на Б4 и конь отступает из-под боя. Внимание, в этой позиции самым аккуратным для черных было бы отступление коня на край доски, атакуя одновременно коня на Е4 и готовя продвижение своей пешки вперед. Например, в следующем варианте, взятие на Ф6, черные забирают ферзем, и после хода Е4 очень важно воспрепятствовать появлению белого слона на поле Ж5 и сделать ход А6. Белые тогда прорываются по центру, но черных есть своя контр-игра, и после хода слон С5 черные все-таки успевают сделать рокировку и получают нормальную сносную позицию. Но в партии Анна, видимо, перепутала порядок ходов и немедленно забирает на Д4. Теперь взятие на Ф6, и в этой позиции взятие ферзем уже не приводит ни к чему хорошему, поскольку белые забирают на Д4. Грозит появление слона на поле Ж5, а если прикрыть это поле пешкой, то белые проламывают по центру путем Д4, Д5 и сходу получают выигранную позицию. Поэтому Анна забирает пешкой, желая получить фигурную игру по открытой линии Ж при поддержке слона на поле Б7. Это все может быть действительно опасно для белого короля, но следует ход взятия на Д4. Белые получают изолированную пешку в центре, и в этой позиции черным нужно было максимально уплотняться, то есть сыграть ферзь Д7, например на слон Ф4, сыграть ладья Д8 и таким способом оказывать давление на центральную пешку белых. Но вместо этого Анна играет по уже указанному мной ранее плану, она отводит коня на поле А5, что было сильно несколько ходами ранее, сейчас уже неудачно, поскольку белые продолжают развитие путем слон Ф4. Ну и в этой позиции у черных уже достаточно тяжелая ситуация, необходимо было завершать развитие путем слон Д6, и здесь белым не так просто доказать преимущество, то есть в прямом варианте белые выставляют ладью на открытую линию, черные сдваиваются по линии Д, и здесь необходимо найти маневр ладьи на поле Ц5, и потом очень тонкий ход ферзем на поле Ц1, который в глаза сразу скажу не бросается, но сразу скажу, что сильнейший ход здесь с конь Е7, и черные продолжают терпеть с королем в центре, пытаются занять блокадное поле перед пешкой, белые владеют перевесом, но пока что черные держатся, однако если взять пешку на Д4, многие задавались вопросом, что будет, если побить центральную пешку, тогда последует размен на поле Д4, и еще один тихий ход ладьей на Д1, создавая угрозу слон Б5 шаг, и ладья бьет Д4. Конечно, черные тут имеют свою концу игру, нападают на мат в один ход, необходимо сыграть Ф3, очень точный ответ, теперь нельзя забирать пешку слоном, поскольку слон Б5 шаг просто матует, забирают белые на Д8, и здесь ладья с ферзем объявляют мат одинокому черному королю, такой вариант ни в коем случае не годится, но можно вроде бы отступить ферзем с шагом, король должен наступать на Ф1, и потом ферзь А4, атакуя пешку на А2. Ну что ж, белые вбрасывают фигуру в атаку, нападают на слона, вбрасывают ферзя в атаку, грозит ни много ни мало а мат в один ход, черные защищаются ходом Ф5, подключают ферзя в защиту, и здесь же Т3, ферзь Ф6, и внимание, просто забираем пешку на А6, потом слон возвращается на Б5, и фигуры буквально расстреливают черного короля. Вот так вот могла бы развиваться игра, но, конечно, брать пешку на Д4, черные были не обязаны, а повторяю, что ход конь Е7, перевес на стороне белых, но черные еще в игре. Это было бы сильнейшее продолжение за черных, однако Анна делает ход из общих соображений, просто ставит ладью на открытую линию, и этот ход оказывается решающей потери темпа. Белые просто играют ферзем на поле Е2. Теперь пешка на А6 под боем, ну и во многих вариантах грозит продвижение пешки на Д5, вскрывая линии для фигур. Последовав слон Д6, теперь уже черные понимают, что надо развивать фигуры, но Льгуль не пускает короля в короткую рокировку, Анна запускает коня на БТИ, ладья отступает из-под боя, и ферзь А5, вроде бы черные контролируют пешку на поле А6, заодно нападают на пешку А4, король пока надежно чувствует себя в центы, но это только видимость. Д4, Д5, Нургуль жертвует пешку ради вскрытия линии, взятие слонов на поле Д5, и теперь забираем на А6. Грозит во многих вариантах шах на поле Б5, и потом взятие на Д5, или что-то типа этого, поэтому Анна защищает слона ладьей, шах слоном. Король отступает на Д8, слон отступает на Е3, нападая на ладью, ладья отступает на С7, и завершающая комбинация, ладья бьет Д5, удар в защищенном пункте, взятие, и слон Б6. Точка в этой партии, напали на ферзя, и грозим матом с поля Е8. Ну, в этой позиции Анна признала себя побежденной, в случае взятия на Б6, жертвуем еще и ферзя, и объявляем красивейший мат черному королю прямо в центре доски. Такой вот разгром в 23 хода от молодой шахматистки, которая в итоге проходит в финал Кубка Мира, где встретится с Александрой Горячкиной. На этом я заканчиваю обзор, не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. С вами был Евгений Шувалов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова